мир всем здравствуйте дорогие мои мы пошли подышать солнышком и отвечаю на вопрос одного из посетителей нашего приюта я не думаю что он у нас задержался поскольку я его забанил вот но может быть сделал и зря потому что на самом деле ответы ему предназначен но и другим он пригодится он был немножечко грубовать и чем я вам сейчас его вопрос освещу и заключается вопрос следующем как вам не стыдно подражать спиридону тремефудского вот такой вопрос видимо человек все-таки увидел что у меня икона отца спиридона за спиной висит и на иконе в него оранжевая шапочка у меня тоже оранжевая шапочка когда ты я действительно так и сделал что вдруг увидел сходство с шапочкой отца спиридона и той которую меня было вы помните что я ее приобрел раньше чем появилась эта иконочка и подумала чего бы не осветить эту шапочку на скуфейке у меня есть скуфейка как раз спиридона тремефудского и осветил а уж после одна наша замечательная жительница приюта живя в америке услышала мой рассказ не написала эту иконочку отца спиридона и я конечно и очень рад чтобы она у меня появилась и конечно горжусь тем что пришла к нам потому что я вам уже рассказывал что иконы они приходят к нам сами они мы выбираем какую себе взять так что действительно он присутствует у нас теперь в доме и подражание я во первых конечно не очень вижу как я подражаю поскольку кроме шапочки ничего общего у нас нет даже цвета шапочки который и на иконах не такой как был у бачки спиридона у него была шапочка просто соломенная а у меня такая тряпичная с таким цветом кроме того бачка спиридон был епископ и и пастух то есть я не пастух не епископ и поэтому в этом тоже у меня нет подражения я не знаю какой он был проповедник мы помним что есть одна от него фраза это когда на соборе вселенском поссорились николай чудотворец и арий и до такой степени они поссорились арий утверждал что христос не бог а человек которого вселился дух николай чудотворец оставил что христос бог и плоти и духом и вот дошло до того что николай чудотворец влепил по щечину арий и начал сообщий гвалт и тогда спиридон стал взял кирпич помните кирпич взял и жал его в руке когда он его жал из него потекла вода вспыхнул огонь и в руках оказалась глина и таким образом бачка спиридон сказал смотрите три в одном это было утверждение пресвятой троицы и конечно это чудо такое подражать ему в этом чуде я тоже не могу я таких чудес не способен на мой взгляд творить ну и так далее правда я маленечко конечно сейчас утрирую или шучу над этим потому что все равно надо сказать о чем а подражание кому и вот к над к нашему то счастью подражать то мы должны христу христу но вот христу подражать гораздо сложнее мы с вами видели неоднократно но по крайней мере я за жизнь свою встречал христов которые называли себя новыми христами да и видели как они начинали подражать больше того помните этот бывший милиционер как новый христос пришел церковь новую создал какой-то город они там построили в общем вот такие подражения бывают но на самом деле мы с вами читаем евангелие и послание апостолов читаем и подражание христу оно не в облике и не в образе христов находится потому что на самом деле мы настоящий то облик христа особенно то и не знаем но тем не менее главное подражание которые нам завещает апостол павел или сам христос говорит о том что подражайте мне я смирен есть так и апостол нам описывает что подражение христу оно не в облике а в поведении и поэтому я могу одеть как христос одежда белыми там и подстричься еще что-то но это не подражание но это не подражание а вот своим поведением не только я но каждый из нас должен подражать христу это самое главное подражание но мы это начали с отца спиридона три мифутского и у нас здесь вопрос а ему стоит подражать я вам отвечу конечно стоит потому что святые и все мы мы входим в тело христов мы являемся христом после нашего крещения все ходят в тело христов и начинают подражать христу в том числе и на различными обликами святых можно подражать николаю чудотворца женщины любят подражать каким-то женским образом больше того у нас у каждого есть свое имя есть святой которому мы тоже должны подражать и в какой-то степени повторять их жизнь потому что они то прошли уже этим путем они уже доказали что этот путь которым они шли он действительно праведный он действительно правильный он действительно ведет в царстве небесном поэтому подражать им мы просто обязаны я бы хотел подражать отсос спиридона но еще раз повторяю кроме цвета шапочки я не вижу никаких других но очень хочу чтобы он оставался у нас в доме и попекал наш приют мы же его взяли в попечители с вами нашего приюта поэтому если вы хотите действительно стать праведником и святым то можете выбрать кому вы подражаете при этом это гораздо лучше чем подражают кумиром своим ведь как у нас сколько молодежи мы были молодежь когда мы себе кумиров выбирали и пытались одеваться как они носите прически как они вести себя и петь себя это же часто больше того все время общество пытается нам показать какие-то примеры кому подражать можно конечно когда хорошие то и можно подражать и больше того изучать надо даже современных надо изучать таких вот героев таких праведных людей и можно им тоже подражать так что вопрос был правильный ответ мой подражать можно и нужно но не надо изображать подражать изображать это разные вещи поэтому здоровья вам все радости аминь 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 Продолжение следует...